всем привет сегодня поделюсь с вами рецептом приготовлением галет галета будет у меня не одна а две с двумя разными начинками с ревенем из кислой вишни для начала приготовим песочное тесто подробный рецепт пропорциями у меня будет под видео в чашку я отправляю 15 грамм сахару и 5 граммов соли добавляю 98 миллилитров или грамм холодной воды и перемешиваю до полного растворения просеянную муку я добавляю натертые сливочного масла она у меня из морозильной камеры вы даже слышите наверняка как она хрустит слегка перемешиваю руки у меня чистые я их предварительно помыл опять я делаю ямку и добавляю сюда холодную воду с сахаром и солью и теперь очень легкими движениями как бы подбрасывая начиная формировать шар работать нужно довольно быстро если это не ваш случай то вместо замешивания руками воспользуйтесь просто ложкой все шар у нас готов теперь я тесто немного протру дело это очень просто то есть если остатки масла какие-то не совсем разошлись это делается вот так еще один разочек и этого будет достаточно все собираю остатки теста все в один шар и теперь я эту массу разделю на две равные половинки можете делать по весу если хотите вес общего теста примерно 576 грамм это значит половина будет 288 скатываем опять шар теперь по его аккуратно тесто приплюсным примерно вот так чтобы нам до лишним когда мы будем его раскатывать было сделать это намного проще одну часть и вторую часть далее эти два прекрасных приплюснутых колобка помещая пищевую пленку заворачиваю и отправляю в холодильник как минимум на полчаса но я делаю это все с вечера я отправляю на ночь до хранится в морозильной камере такое тесто может до 5 месяцев ну скажем так более точнее до 6 месяцев зависит от того какой срок годности у сливочного масла как правило масло начинает или точнее жир стареть начиная от 6 месяцев поэтому до этого времени с вашим тестом ничего страшного не случится ну и в обычном состоянии она также в холодильнике может пролежать спокойно одну неделю ну а теперь я подготовлю точинку ревень я уже принципе подготовил я вам покажу как с ним работать в начале ревень обязательно нужно помыть потому что на нем все-таки много песка срезать окончание такие знаете кривые там или где листочки какие-нибудь гнилые вялые что-то в этом плане и чистится он очень просто вот так вот слегка подцепить ножом и тянуть силу применять при этом никакой не нужно все прекрасно счищается кто-то готовит галеты не счищая кожу но я этого не делаю потому что в зависимости от того какой ревень вам попадется может случиться так что вот эта самая кожица будет застревать у вас между зубов с одной стороны пока галета печется кожица помогает сохранить цвет а с другой стороны она может просто не пропечься и будет очень печальный результат но мы пойдем другим путем который работает сто процентов очищенный ревень я делю на такие вот брусочки более широкие фрагменты я делю пополам в общей сложности я взял 700 грамм не очищенного ревенья его я уже почистил он уже у меня как таковой готов дальнейшее просто если мне нужно будет сделать более маленькие фрагменты при укладке я смогу всегда порезать далее очищенный ревень перемещаю в миску добавляю малину она у меня мороженое малина позволит нам сохранить цвет ревенья после выпекания я отмерил 75 грамм сахара для желирования почему для желирования ну просто в дальнейшем влага которая будет выделяться с ревенья она частично будет связываться высыпаю не весь сахар на часть какую-то маленькую оставляю ее мы будем использовать завтра всю конструкцию перемешиваем если кто-то боится запачкаться то оденьте перчатки у меня с водой все нормально я не боюсь перемешали и готова накрываю пищевой пленкой и убираю на ночь в холодильник ну а с вишней все намного проще я взял вот такую кислая вишня ее чистый вес 350 грамм нам этого будет вполне достаточно жидкость которая имеется в ней мы ее будем дальнейшем также использовать вишню я уже просто отбросил на сито жидкость стекает здесь мы больше делать ничего не будем убираю в холодильник и на этом этапе на сегодняшний день у нас все все остальные действия будем производить завтра ну давайте продолжим дальше значит ревень я уже очистил от лишних зернышек я сделал немного неправильно правильнее было бы малину замариновать с сахаром как только дала она сок ее пропюрировать и пропустить через сито и только после этого мариновать когда в маленьких количествах это не так страшно отделить ее несложно но в больших конечно это будет проблематично это мой небольшой недоучет сок я пропустил уже через сито у меня получилось 160 миллилитров сюда я добавил сахар 20 грамм и остатки до 250 миллилитров я восполнил белым вином можете взять любое белое вино если не хотите вина возьмите ну например яблочный сок из этой массы я отлил пиалочку миллилитров 80 примерно это мне нужно для того чтобы в дальнейшем растворить пудинг вот такой пакетик пудинга мне будет достаточно чтобы приготовить 500 миллилитров массы здесь всего 37 грамм если у вас нет пудинга заменить его крахмалом те же самые 37 грамм разделите пополам чтобы вам хватило на две галеты пудинг без сахара я этот пакет разделил на две равные части в сироп я добавлю ваниль и отправляю на плиту по вишне все немного проще я отмерил 230 миллилитров сока это остатки они мне уже как таковые не нужны добавляю сюда 20 грамм сахара часть сиропа забираю для того чтобы растворить пудинг и добавляю пол чайной ложки молотой корицы вишни и и очень обожает и также отправляю на плиту если вы не любите не корицу не ваниль то просто не добавляйте масса вот уже закипит первое у меня закипает вишневая я отправляю пудинг в жидкость перемешиваю и загущаю она уже кипит даем пудингу или крахмалу провариться и пудинг готов здесь все то же самое крахмал обязательно хорошо размешать и чтобы он растворился полностью иначе у вас будут просто комочки пудинг я варил примерно две минутки он готов накрываю пищевой пленкой плотненько чтобы как можно меньше воздуха под ней осталось и ставлю в чашку с холодной водой что просто быстрее остыл с малиной все те же самые манипуляции пудинговая масса уже теплая я могу приступать дальше я уже включил духовку на 200 градусов вверх-вниз для прогрева вишню я добавляю 50 грамм сахара для желирования и перемешиваю с ревенем то же самое тот сахар остатки которые у нас остались от мариновки могут его и закинем сюда и также перемешиваем да если кому интересно после того как ревень был почищен и промаринован из него из 700 возможных грамм осталось только 500 готова и начинаем раскатывать тесто здесь я применю очень простой трюк я буду раскатывать тесто между двумя листами пекарской бумаги не пергаментной пекарской это очень важный момент слегка припыляю мукой и начинаю раскатывать для начала просто прижимаю скалкой как бы расплющивая тесто чтобы не было легче она все-таки еще холодной очень и постоянно проворачиваете лист на 45 градусов и от середины краям нам нужно добиться результата чтобы тесто у нас было примерно 2 миллиметра по краям и три миллиметра в середине потому что там будет начинка нам нужен диаметр круга 32 33 миллиметра время от времени нужно бумагу переворачивать вот видите почему нужно переворачивать чтобы процесс держать под контролем и далее можно слегка припылить еще немного припыли с другой стороны если у вас круг пошел неровный или начал трескаться сделать и просто а прежде его по кругу тесто загоните в середину лист сверху и раскатываем дальше при галете у вас не должен быть прям идеальный круг по мере того ну вот теперь я могу замерить да мне еще нужно докатать три сантиметра все я свои 33 сантиметра достиг но чтобы нам остатки бумаги не мешали так как мы будем все-таки выпекать две галеты одновременно я лишнее просто обрежу массу перемешиваю и мне нужно примерно 180 грамм я отмерять специально не буду потому что я сделаю это на глазок край оставляем примерно 45 сантиметров это очень важно все этого будет достаточно отправляю вишню распределяю по моему кругу обработанному пудингом границы прекрасно видны и подгибаю мне даже немного поторопился с обрезанием нужно было чуть-чуть подождать не предусмотрел я этот шаг а это двойная работа потеря времени смотрите и учитесь на ошибках и сверху присыплю тесто вот буквально чуть-чуть коричневым сахаром нет у вас коричневого сахара присыпьте обыкновенным белым сахаром но это максимально грамм 10 не больше сегодня вы надеюсь понимаете почему я сделал тесто немного плоским чтобы не его было начинать намного проще раскатывать если бы она была круглым шаром было бы немного сложнее все конечно решаемо но зачем тратить лишние силы когда этого можно избежать и раскатываем от середины краев при этом поворачивая всю конструкцию на 45 градусов примерно и тогда у вас получится максимально ровный круг бывает так что пудинг уже полностью сильно остыл и он уже это то его нужно разбить либо венчиком но мне еще он тепленький поэтому не ложки хватает либо венчиком либо ручным миксером но это у нас ревенево-малиновая история ну и начинаем укладывать ревень здесь то на что гораздо ну и остатки уже подгоняем по мере того насколько нам нужно закрыть круг ну вот принципе и все это издержки производства значит что я могу тогда сказать по этому поводу что ревеня на эту порцию будет достаточно 600 грамм сырого веса вместо 700 заявленных и также делаем в нахлёст присыпаю также сахаром но здесь я уже горьким опытом научен поэтому я обрезаю только один раз за этот хвост и и буду тащить скажу вам честно я делаю это из цели экономии потому что одну галету гонять немного накладно поэтому почему бы сразу не сделать две тем более они съедаются в разы так теперь отправляем в духовку как я уже сказал 200 градусов вверх-вниз без конвекции здесь ориентируйтесь на свою духовку ну возможно у вашей температуры 180 градусов будет достаточно я этого не знаю этого сказать не могу моей духовке понадобится 200 градусов очень важно расположение противня в вашей духовке у меня это положение ниже среднего то есть не самое последнее а ниже среднего я буду выпекать 35 минут затем я подниму на положение выше среднего и буду запекать еще 10 минут процесс пошел 35 минут и стекли и теперь я перемещаю галеты наверх как я уже сказал в положение чуть выше среднего еще на 10 минут ну вот заявленное мною время сработало четко галета пропеклась с обеих сторон точнее галеты но теперь им нужно дать подостыть и можно будет нарезать ну что друзья продолжим так значит я немножечко схитрил в каком плане ситрил вот та масса которая у нас оставалась я просто остаток ревенья я приготовил и вот этот пудень который у меня был я его еще на горячую поверхность нанес просто чтобы смотрелось более презентабельно то же самое я сделал и с вишней теперь мои галеты выглядят совершенно по-другому присыпал немного сахарной пудрой раньше когда-то я еще пробовал скажем так тренировался я на край наносил сироп чтобы цвет был более презентабельны но этого делать не нужно возможности только для фотографии а так лучше оставить так как она есть чтобы тесто было хрустящим я надеюсь все это отчетливо слышно и еще могу дать один совет молодым хозяйкам купите себе вот такую вот форму для выпекания тартов и кишей это разъемная форма где вы можете прекрасно посмотреть снизу пропекся ли у вас тарт киш или галета или нет чтобы поменьше говорить я вам лучше покажу это очень удобно всегда можно посмотреть пропеклась ли у вас галета киш или тарт так ну и теперь можно нарезать галету с ревене нужно съесть в этот же день а вот галета с вишней и на следующий день будет очень вкусно совершенно зову что камеру то я повернул и сама галета не попала в кадр значит я ее разрезал и поместил на тарелька я попробую вам показать как она выглядит в разрезе не знаю получится ли не получится я надеюсь вы подчеркнули для себя все ошибки которые совершил я и которых вы избежите вы на моем примере надеюсь видео было полезным на этом все до новых видео ах да еще совсем забыл в этот ревень который остался его выбрасывать не нужно вы его можете прекрасно также с галетой съесть это будет своего рода дополнительная начинка ну теперь уж точно все